Всем привет! Сегодня готовим жаркое в пакете, готовится в духовке. Это очень вкусное блюдо, я называю дома жаркое по-мысловски. Большой ассортимент продуктов, все очень вкусно, подается в пылу и жару из духовки. Так, начнем с грибочков. Грибы просто нарезаем. Можно пополам, можно на 4 части, как хотите. Обжаривать их будем просто на сковородке, чтобы влага лишняя ушла, чтобы потом в духовке уже они лишнюю влагу не отдавали. А так готовится все это будет в духовке. Так, все грибы отправили на сковородку. Не добавляем ни масла, ни соли, ничего. Просто включаем и ждем, чтобы влага выпарилась. Тем временем порежем пока сало. Я беру кусочек сала, у меня небольшой, ну грамм 100, наверное. Если у вас есть сало с прорезью, вообще будет круто, это очень вкусно. Ну, у меня закончилось, у меня есть обычное, поэтому я добавлю обычного. Я достала из морозилки, он может минут 20 назад. Сейчас я его порежу на небольшие кусочки. И сало буду отправлять прямо в пакет. Итак, сало закладываем прямо вот так в пакет. Готовить буду в пакете. Можно готовить в утятнице. Тогда вкус будет, как по мне, еще лучше. В утятнице, под крышкой, это просто бомба. Ну, не у всех дома есть утятница, поэтому вот просто обычный пакет. А мне просто леньки доставать ее аж там. На глубине лежит утятница, не полезу, уже буду на Новый год что-то в ней готовить. А сегодня в пакете. Мясо я беру говядину, хотя вы можете использовать ассорти. Можно взять и свинину с говядиной, можно взять индейку. Птица уже, знаете, как-то курица, чего-то курица прям надоела. Хочется говядины. Я вон сало и мясо, и говядину взяла. Можно использовать, например, просто жирненькую свининку вместо сала. Мясо, перед тем, как закладывать в пакет, я присолю. Вот так. Так, и отправляю в пакет. Обязательно нарезаем луковицу. Значит, тут я делаю такую хитрость. Я в пакет добавляю одну луковицу, но мне понадобится еще одна луковица. Но тогда, когда уже все будет готово. Так, тоже все отправляем сюда в пакет. Теперь берем одну морковочку. Я такую взяла, у меня толстая морковка. Можно взять две небольших. Морковочку нарезаю небольшими кусочками. Не нужно ее тереть на терке, потому что именно вкусно, когда такие крупные овощи. Теперь очередь морковочки. Теперь один болгарский перчик. Его тоже я не буду слишком мелко резать. Порежу вот так, смотрите. И картошки. Смотрите, я взяла картофеля немного. У меня он мелкий, во-первых. Давайте посчитаем. Такие четыре крупненькие. И шесть вот таких меленьких. Совсем чуть-чуть. Нарежу картофель. Причем, смотрите, не буду резать его слишком крупно. Вот так, как морковку. Грибочки у меня выпарились. Перекладываем грибы в пакет. Вот так. Просто влага из них ушла, да и все. Теперь время картошки. Конечно, такое у меня разнообразие в пакете. Из специй я возьму приблизительно чайную ложку перца. Ну, вот видите, у меня горошком разный. Чайную ложку соли, можно чуть-чуть больше. И возьму базилик. Можно прованские или итальянские травы. Тут уже что захотите. Все вот так вот мешаем. И давим. Все вот такое вот подробленное, красивое. Я засыпаю в пакет. Вот так вот. И еще одну-две столовые ложки растительного масла. Вот так. Теперь пакет завязываем. Причем переворачиваем швом вверх, потому что будет выходить у меня воздух. Если в вашем пакете шва никакого нет, дырочек нет, тогда после того, как помешаете, обязательно нужно будет сделать несколько проколов, чтобы выходил воздух. Так, теперь мешаем. Духовку разогрейте на 200 градусов. Значит, уже мы подготовили жаркое. Сейчас, как только духовка разогреется, я уберу его туда. Для заправки мне понадобятся маринованные огурчики. Вот такие вот, очень вкусненькие. 5 зубчиков чеснока я взяла и одну луковицу. Лучок меленько вот так вот дробим. Причем я его дроблю вот так ножом. Смотрите, вот так. А потом еще вот так секун, чтобы у меня получилось, ну, как бы, типа мелко-мелко нарезанный чеснок. Сюда же, к чесноку, я беру луковицу, разрезаю ее на 4 части и очень тонко вот так вот нарезаю. Теперь перекладываем это все в какую-то емкость. Так, я взяла такой салатничек. И теперь буду резать огурчики. Они у меня небольшие, маленькие. Я буду резать пополам. И вот так вот. Нарезанные огурчики. И теперь смотрите, я беру рассол, в котором были огурцы. И вот так вот весь сюда выливаю. 2-3 веточки. У меня укроп сегодня можно просто петрушку взять, в общем, любую зелень. Тоже сюда же. 2 чайные ложки 9% уксуса. И заливаем это все немного водой. Значит, смотрите, я делаю так, чтобы как бы все овощи покрылись. Вот так. Если у вас нет, ну, вдруг вы случайно слили, бывает такое, весь маринад с огурцов, тогда просто чуть больше уксуса добавьте. Не 2 чайные ложки, а 4. Но у меня здесь есть маринад с огурцов. Вот так вот и будет лежать у меня мариноваться лучок. Это будет очень и очень вкусно. Итак, 180-200 градусов. Это все готовится. Ждем. Так, ну что, приготовилось наше жаркое. Ну что, красота. Теперь я перекладываю его в дека. И вот так вот сразу и подаем, пока горячее. Опа. И еще я только что слила вот эту нашу такую заправочку. Да, чтобы хорошо водичка сбежала вниз. И теперь выкладываем вот это сверху. Если вы возьмете красный лук, будет прямо такой сладенький лучок. Тут какой вот есть дома. С таким луком и подавайте. Масла я ничего не добавляю сюда. Пусть будет вот так. Пробуем. Вкусно, ароматно. Я очень люблю вот эту вот заправочку. Что-то у меня одно мясо попадается. Хочу овощей, и попадается одно мясо. Так. И вот этой вот заправочке. А, у меня что-то еще есть. Вот. Вот так. Это очень вкусно, ребята. Настолько вкусно. Пахнет очень ароматно. Ммм. Вот этот маринованный лучок с чесночком и огурчиком придает такую пикантность. Очень вкусно. Лично я могу съесть целую тарелку такого жаркоя. Я очень такое люблю. Очень вкусно. Сюда можно добавлять несколько вариантов мяса. Ассорти делать. Это будет просто балденно вкусно. Попробуйте. Особенно вот сейчас идут такие холодные деньки. В них обязательно хочется что-нибудь такого вкусного из духовки. Всей семьей посидеть вокруг стола. Обязательно приготовьте такое жаркое вам понравится. Все. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно напишите комменты и отзывы. Всех люблю. Пока-пока.